Даниилу Шарай всего 11, а у него уже есть личное авто. Правда, пока его карта колесит исключительно на гоночных трассах. На первых порах, вспоминает пилот, ездил медленно. Спустя время темп ускорил. Помогли регулярные тренировки. Картинги мальчик два года. Ну, я думаю, занять хоть какое-нибудь место призовое. Меня поддерживают, делают мой кар более быстрым, чтобы он ездил быстро очень. И чтобы я занимал какие-то места. На площадке у Ледового дворца собрались свыше полусотни картингистов. Возраст от 6 до 16. Географии участников Минск, Гомель, Гродно, Могилев, Витебск, Брест. Бобруйск представляют семь гонщиков. Сегодня мы проводим сейчас тренировки, брифинг. И после брифинга пройдет у нас соревнование для личников. Поскольку погода нас позволяет, хотя запланировано на завтра все соревнования, но проведем первую такую часть соревнований сегодня. Чтобы приехало очень много участников, мы не ожидали такого количества. Очень приятно. Здесь любители драйва на протяжении двух дней будут состязаться в фигурном вождении. За касание фишки – штрафные баллы. Движение нужно выполнить с ювелирной точностью. Впервые в Бобруйске проходит первый этап республиканских соревнований по картингу, которые организованы и проходят в рамках 19-й спартакиады учащихся по техническим видам спорта. Для нашего города и для нашего учреждения это огромная честь принимать такие серьезные и ответственные соревнования. От такого хобби помимо адреналина одни сплошные плюсы – азы вождения и как бонус изучение строения автомобиля. К слову, экстремальное движение сейчас популярно как среди детей, так и молодежи. Ну а 29 апреля в Гомеле пройдет уже второй этап спартакиады. А пока следим за итогами гонок. Ольга Васенда, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.